Конечно, сильные снегопады в Московской области, скорее всего, еще будут. Однако сегодня уже можно подвести итоги зимнего сезона 2016. Там, где проблем не было, их, скорее всего, уже и не будет. Площадь зимней уборки в Подмосковье 200 миллионов квадратных метров. Характерная особенность нынешней зимы – выпадение большого количества осадков в короткие промежутки времени. Далеко не все муниципалитеты справились с уборкой и вывозом снега одинаково хорошо. Тем приятнее, что Одинцовский район оказался среди лидеров. Там, где работает система, четко, грамотная, выстроенная еще осенью и распланированная, то она работает. Да, она где-то может проваливаться, где-то они могут не успевать, но в любом случае она начинает работать. Чистится, убирается, лед колется и далее по списку. Там, где это делается от разу к разу или в ручном режиме, начинаются проблемы. Причем проблемы эти начинаются, ну как вот снежный ком расти. Их уже сложно решать. И главы начинают в ажиотаже бить по хвостам. Это неправильно. Поэтому я бы хотела, как пример, привести зиму 2016 года в Одинцовском районе. Успехом грамотной организации зимней уборки территории с представителями региональных СМИ поделился глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он отметил, что порой снег убирать было нелегко. Особенно в военных городках и новых микрорайонах, где ситуацию осложняли оставленные на проезжей части автомобили. В работе участвовало 200 единиц техники и более тысячи человек. Мы подключены к системе гидрометцентра. Заранее получаем предупреждение о каких-то стихийных бедствиях, о снегопадах, о аномальных природных воздействиях. Если говорить о практике, сформирована даже некая социальная группа в Телеграм. Мы быстро рассылаем оповещения по главам, по ответственным специалистам. В каждой территории у нас дежурят и в выходные дни прикрепленные специалисты. Это обычно заместительный глав по этому направлению. Поэтому идет постоянная работа и оперативное реагирование на все жалобы, которые идут по электронной почте, по горячей линии, по системе добродел. Что же касается дорог общего пользования, а их у нас более 600 километров, то для их обслуживания в конце 2015 года было создано отдельное муниципальное предприятие. Мы начали работать казенкой с 1 января. Уже от жителей мы слышим обратную реакцию о том, что качество уборки дорог повысилось. Надеюсь, что мы и в дальнейшем через наше казенное учреждение будем повышать это качество. И не только уборки и эксплуатации, но еще и ремонта. Потому что по ремонту тоже отдельная история. Пора переходить уже от бесконечного ямочного ремонта в нормальное качественное покрытие, которое будет служить долгие-долгие годы. И от всех подрядных организаций получим большую гарантию на выполненные работы. Андрей Иванов сообщил также о том, что в районе создано 25 спецбригад, занимающихся очисткой кровель от снега и сосулек. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.